Здравствуйте! Время новостей в Туле! С вами Илья Логинов. О самых главных событиях к этой минуте прямо сейчас. На Косой горе 13 земельных участков освобождены от незаконных строений цыганского табора. Здание демонтировали на основании решения суда, который постановил избавить земельные участки от построек, не имеющих право устанавливающих документов. В работе приняли участие сотрудники правоохранительных органов, МЧС, аварийные бригады, а также социальные службы. Накануне в ходе заседания кредитационного штаба были распланированы действия всех сотрудников и скорректирована дорожная карта. Министерствам были поданы в 2017 году исковые заявления, 14 исковых заявлений, где были самовольно заняты земельные участки, строения. Все решения суда вступили в силу еще в 2017 году. Сейчас приставы приступают именно уже к исполнению решений суда. Повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 для женщин в России должно начаться со следующего года. Об этом в ходе заседания Кабмины заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, будет предусмотрен длительный переходный период. Начать его планируется со следующего года. Чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 для женщин в 2034 году. Премьер-министр отметил, что нынешних пенсионеров повышение пенсионного возраста никак не затронет. Однако пенсии будут расти примерно на 1000 рублей в год. Тульские политики дают разные оценки этой новости. Если сейчас посмотрите на рынок труда, не так-то много вакансий есть сейчас на рынке. И уже достаточно сложно говорить человеку в возрасте 50 плюс о том, чтобы ему трудоустроиться. Ну, как бы плохо это не было, но это так. Работодателю приходится выбирать между 30 и 50 годами. Тут, конечно, все не так просто. Министерство финансов Тульской области возьмет кредит в размере 1 миллиарда рублей на финансирование регионального бюджета. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона размещено на сайте государственных закупок. Начальная цена контракта – 263 миллиона 250 тысяч рублей. Источник финансирования – бюджет субъекта Российской Федерации. Срок действия кредитной линии – не более 1095 дней с даты открытия. Более 9 миллиардов рублей руководители компании «Полипласт» инвестируют в Тульскую область. Они планируют создать в регионе новое производство стройматериалов. Проект развития предприятия до 2024 года накануне был представлен губернатору Тульской области. «Полипласт» – это серьезная опора для нашего региона и решение задач социально-экономического развития. «Полипедия» расширяет свой ассортимент, делает определенные работы в рамках снижения экологического управления. Сегодня состоится собрание депутатов Новомосковска, в ходе которого будет объявлено о начале конкурса на замещение должности главы города. Напомню, Вадим Жерздев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Накануне он был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящий момент чиновник решением суда заключен под стражу. Ремонт улицы Николая Руднева в Туле обойдется в 60 миллионов рублей. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». По информации начальника управления по транспорту администрации города Алексея Кригина, протяженность ремонтируемого участка составляет 2 километра 200 метров. Контроль качества работ будет проходить на нескольких уровнях – муниципальном и федеральном. В следующем году мы планируем также ряд дорог. Это оборонная. В следующем году мы планируем включить уже оборонную. Это о перспективе. Это Максима Горького. Мы планируем та улица, которая уже тоже необходима. Ну и еще посмотрим ряд дорог. 60 миллионов рублей стоит ремонт данного объекта. Протяженность объекта 2 километра 200. Сейчас производится демонтаж старых плит, не жрешего пространства. В перспективе после ремонта дорог здесь будет залито, межрешность пространства отремонтирована, причем заливки литой асфальтобетонной смесью. Пять мячей в ворота команды Саутовской Аравии направили игроки сборной России в ходе матча открытия чемпионата мира по футболу. Третий гол забил хорошо известный тулякам экс-игрок «Арсенала» Артем Дзюба, который только в конце мая этого года вернулся в питерский «Зенит». Среди зрителей в Лужниках был замечен губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он смотрел игру вместе с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Помимо первого лица региона, нашу сборную поддержал целый ряд общественных и политических деятелей из оружейной. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Больше новостей вы найдете на нашем сайте tsn24.ru. Узнавайте о самых главных событиях Тулы и области вместе с нами. Продолжение следует...